Добрый день, уважаемые коллеги, хочу вашему вниманию представить доклад о современной роли медицинской сестры, которая работает в отделении лучевой терапии. Резкий рост заболеваемости раком, повсеместно отмечаемый в развитых странах, заставляет использовать ресурсы и оборудование, которые и без того являются отражающим фактором на пути эффективного лечения рака, становится нехватка квалифицированного персонала и оборудования. Для оказания в настоящее время требуется более 50 тысяч аппаратов для лучевой терапии, тогда как во всех развивающихся странах их на счет 2,5 тысяч. Экспертами прогнозируется долгосрочный кризис в лечении рака, когда количество новых пациентов, нуждающихся в лечении раки, будет ежегодно увеличиваться примерно на 5 миллионов. Сегодня практически всем пациентам с онкологическими заболеваниями показана лучевая терапия. Данный вид лечения прочно зарекомендовал себя как мощнейший и действенный метод борьбы со злокачественными новообразованиями. Сейчас для реализации радиотерапии применяют самые современные технологии, уникальные деления в области компьютерной техники и электроники. И применение таких усовершенствованных методов и позволяет подводить максимальные дозы точного опухоль и не травмировать здоровые ткани. Хочется немного рассказать о том, как лучевая терапия развивалась в нашем институте. История отдела лучевой терапии насчитывает более 110 лет. В 1903 году в нашем институте был открыт первый в России отдел лучевой терапии для лечения опухолей. Его возглавлял крупный ученый, основоположник исследований по клиническому использованию лучевой терапии злокачественных опухолей Дионисий Федорович Решетила. Под его руководством уже на первых этапах развития методов лучевой терапии в онкологии изучалась эффективность дробного метода обучения. И результаты этих исследований были обобщены им в первом в нашей стране учебнике для врачей, который был опубликован в 1906 году и имел название «Лечение лучами рентгена». И в 1910 году в монографии ради и его применения. Это была первая в мировой литературе монография, которая была посвящена всестороннему изучению радиа и возможностям его терапевтического использования. Таким образом, уже в начале XX века во всех развитых странах лучевая терапия стала распространённым методом лечения онкологических больных. Потребность россиян в лучевой терапии и радиохирургии пока, к сожалению, далека от удовлетворения. По данным специалистов, около 300 тысяч россиян ежегодно нуждаются в лучевой терапии. И лишь чуть более половины нуждающихся её получают. При этом от 35 до 50 тысяч человек в год, которые должны были бы получать высокотехнологичную помощь, но количество ежегодно проводимых операций на тех же установках, как гамма-нож, кибер-нож, не превышает 4,5 тысячи. Это является и две трети которых проводятся в Москве и Санкт-Петербурге. Ну и хотелось бы немного рассказать о состоянии лучевой терапии в Российской Федерации. Что касается оборудования, по данным АГАТЭ в России на 2020 год присутствовал 141 онкоцентр, где была установлена аппаратура для лучевой терапии. Это 443 аппарата для дистанционно-лучевой терапии, 148 аппаратов для брахитерапии и 5 аппаратов представлено для протонной терапии. Ну и в сравнении Российской Федерации и США по аппаратуре, ну вот вы сами видите, что информация, которая представлена, то есть где-то в 3 получается раза, мы отстаем от тех же США по оснащению аппаратами для лучевой терапии. Ну на данном слайде представлено современное оборудование для лучевой терапии. Это и ускорительные комплексы, и ускорительный комплекс кибер-нож, и аппараты для томотерапии, а также гамма-нож. Ну и как я уже до этого говорила, самое важное в нашей работе все-таки это кадры, которые представлены на сегодняшний день. Существуют проблемы, которые связаны не только с недостатком оборудования, но и также с подготовкой и деятельностью среднего медицинского персонала. Расскажу немного о том, на какие периоды все-таки делится лучевая терапия. Это предлучевой период, который занимает от 1 до 3 дней, в зависимости от сложности лечения, когда проходит подготовка пациента к лучевой терапии. На данном слайде вы видите, как медицинский персонал средний проводит компьютерную разметку для проведения лучевой терапии. Это изготовление различных фиксирующих приспособлений и проведение самой компьютерной томографии, если пациент не нуждается ни в какой фиксации. Лучевой период занимает, соответственно, от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от того, в какую локализацию будут лечить пациенту. Медицинские сестры, которые работают в данном отделении, они занимаются непосредственно проведением процедур лучевой терапии, ведению этих курсов. Но и также, если, ну, как и любая другая техника, имеет способность ломаться, значит, какие-то мелкие неполадки медицинская сестра или медицинский брат, который работает на данной технике, они должны иметь возможность её устранить, для этого иметь необходимое знание. Ну и также здесь не представлена эта медицинская сестра брахиотерапии, которая выполняет также не только подключение эндостатов к системе, но и также выполняет ещё и обработку полей облучения, то есть работает как медицинская сестра перевязочной, то есть проводит перевязки гинекологическим пациенткам, проводит тампонирование лекарственными препаратами, выполняет аппликации для профилактики и лечение лучевых реакций. Ну и немножко об осложнениях лучевой терапии. Это лучевые реакции, изменения в тканях, которые возникают на участке тела сразу после однократного или многократного воздействия излучения. И последующие 2-3 недели после окончания лечения они проходят без какого-либо специального лечения, а также лучевые повреждения. Это органические и функциональные изменения органов и тканей, возникающие через длительный промежуток времени после многократного воздействия ионизирующего излучения, и которые требуют специального лечения. Ну и в зависимости от проявления лучевые реакции могут быть как местными, так и общими. Ну вот на данном слайде представлены общие лучевые реакции. Это функциональные нарушения нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и кровотворной системы, которые могут вызывать в дальнейшем слабость, тошноту, подвижку боли в сердце, лейкопения, тромбоцитопения. К чему это всё рассказываю? К тому, что медицинские сёстры, которые работают с пациентами, и, как уже было передо мной сказано несколькими лекторами, о том, что именно 80% времени с пациентом проводит именно медицинская сестра. Соответственно, она должна обладать знаниями и умениями, чтобы распознать вот эти вот лучевые повреждения, лучевые реакции, которые, может быть, пациент не всегда захочет рассказывать врачу вследствие многочисленных причин. И поскольку он чаще общается с медицинской сестрой, именно она является первым человеком, который увидит или заподозрит вот эти вот лучевые реакции. Ну и лучевые реакции, местные повреждения – это реакции именно в зоне облучения, их делят на ранние и поздние. К ранним относят повреждения, которые развиваются в ближайшие 3 месяца или после неё, а поздние – это уже после указанного срока либо через много лет. Ну вот лучевые реакции, которые представлены здесь, вот так они выглядят на коже. Значит, первые ранние, которые медицинская сестра ещё видит – это боли сжения в области поражения. И по своему проявлению, да, они во многом напоминают ожог. И поздние, которые проявляются уже в виде атрофического или гипертрофического дерматита. И строго повторяют форму полей облучения. Лёгкие. Ранние лучевые повреждения начинаются с функциональных нарушений – это застой в малом кругу кровообращения, отёк в слизистой оболочке бронхов, дисковидные ателлектазы. И дальше уже развивается пульмонит. Что касается сердца. Лучевые повреждения развиваются здесь через несколько месяцев или даже через несколько лет после окончания лечения. Проявляются лучевым перикардитом. И здесь, опять же, медицинской сестре, которая проводит лучевую терапию, особенно это касается женщин, которые облучают левую молочную железу, очень важно смотреть за тем, чтобы всё правильно центрировалось, не возникало никаких перекосов в том лечении, которое было назначено, и то, которое непосредственно производится, чтобы не вызывать дополнительную нагрузку на сердце. Со стороны кишечника возникают повреждения стенки кишечника в виде лучевого ректита, ректосигмоидита и энтероколита. Ну и лучевой мукозит характеризуется существенными изменениями также кровеносных сосудов. Что касается почек. Поздние повреждения проявляются в виде гипертонии, функциональной недостаточности почек. Мучевой пузырь – это так называемые лучевые циститы, катаральные, эрозивные, язвенные. Ну и не ошибусь, если вот скажу, что окружающие нас видят именно такими, и в этом как раз и лежит основа тех, скажем так, проблем в нашей специальности, в нашей должности, которые мы имеем на сегодняшний день. Ну и вот здесь немножко хотелось бы всё-таки рассказать о той разнице функциональных обязанностей, которые выполняет медицинская сестра процедурной. Чаще всего именно так называется должность медицинских сестёр, которые работают в лучевой терапии и, соответственно, проводят курс лучевой терапии. Против специальности, которая распространена в Европе, даже в Азии и, соответственно, в Америке, это радиационные технологи. Если у нас медицинская сестра процедурное отделение лучевой терапии обучается после колледжа на рабочем месте, если далее она проходит сертификационные курсы, ну и по сестринскому делу, сестринское дело в хирургии, сестринская помощь онкологическим больным, и дальше вот, возможно, будут проблемы, когда будет проходить аккредитация, потому что никаких специализированных программ обучения для медсестёр отделения лучевой терапии не предусмотрено. И вот традиционный технолог, те специалисты, которые работают в Европе, Азии и в Америке, это лицензированные специалисты, которые реализуют план лечения, который был рассчитан физиками и одобрены врачом. Они также являются экспертами в работе с пациентами, понимают и выполняют работу, скажем так, ещё контролирующую, если где-то на каком-то этапе те же физики или врачи, ну, я так очень осторожно скажу, что может допустить какую-то оплошность, какую-то ошибку. Ну и вот образование, которое получают традиционные технологи, это 4 года обучения в высшем учебном заведении на степень бакалавра. Возможно, в некоторых странах, значит, они учатся 2 года, но, тем не менее, обучение считается на уровне бакалавриата. Дальше получают специализированные курсы по повышению квалификации и узкой специализации продолжительностью 1 год, когда проходит ротация по отделениям и учреждениям, где находится лучевая терапия. Также у них есть возможность получить 2 года магистратуры отучиться, и есть ещё третья степень докторантура, ну и также профессура. Могут вести исследовательскую работу, её инициируют и, соответственно, и проводят эти исследования, результаты которых публикуются в журналах по всему миру, а также представляются потом на международных конференциях. Ну и вот проблемы, которые присутствуют у нас в радиотерапии, это что касается сестренского персонала. В Российской Федерации отсутствует специализация радиационный технолог, отсутствует специализированная система подготовки кадров, реестр медицинских специальностей также не имеет профессии радиационный технолог, ну или какой-то отдельной специальности для данных сотрудников. Обязанность радиационного технолога у нас в клиниках выполняет медицинская сестра, которая работает в отделении радиационной онкологии. Ну и нехватка услуг радиотерапии преодолима путём инвестирования в обучение персонала, оборудования, а также техническое обслуживание. Ну и в заключении своего доклада я бы хотела представить некий-таки свод рекомендаций, может быть, который улучшит положение в нашей области. Это определение основной роли медицинской сестры и её профессиональных ориентиров всё-таки лучевой терапии, создание чётких медсестранских протоколов и инструкций, усовершенствование медицинской отчётности, также работа с пациентом и, возможно, с его семьёй, потому что, как я уже сказала ранее, вот о тех лучевых осложнениях, которые возникают, даже сейчас медицинская сестра всё равно на этапе проведения лучевой терапии, она всё равно общается с пациентом, она ему всё равно рассказывает о тех осложнениях, которые могут ждать. Пациенты задают вопросы, соответственно, медицинская сестра всё равно так или иначе отвечает на них. Другой вопрос, что насколько уровня её образования хватает для того, чтобы чётко, правильно донести ту информацию, которая необходима пациентам. Необходимо участие медицинских сестёр в врачебном обходе, но это больше касается медицинских сестёр, которые работают в отделениях лучевой терапии, это палатные сёстры, там, где они также бы участвовали именно в разборе ситуации, не просто ходили с лоточком за врачебным обходом. Соблюдение соотношений между количеством медсестёр и количеством пациентов в соответствии с современными мировыми стандартами. Это построение системы анализа ошибок, которые так или иначе всё равно возникают. И медицинские сёстры зачастую боятся в них признаться, потому что в 99% уверены, что их будет ждать только наказание. Также создание системы управления рисками и построение системы обучения медицинских сестёр в соответствии с международными стандартами. Спасибо за внимание. Продолжение следует...